Волга Соперник Волги по пятому туру Симбис таким кардинальным имиджевым трюком прибегать не стал Да и зачем? Три потерянных очка в матче с погодой пока единственный минус в игре еще одного фаворита сезона Куда важнее настрой игроков при каждом выходе на мини-футбольную площадку Каждая игра для нас важна, поэтому мы не сравниваем аутсайдер или фаворит Для нас каждая игра это бой в свою роду Ребят, я ничего не хочу вам говорить, вы все прекрасно понимаете, знаете, все сказано, нужно дело сделать и все Встреча ожидаемо началась с позиционных атак Симбирска, правда особых моментов у ворот Волги не было Да и галкипер Дмитрий Красильников на первых минутах действовал очень кубнокровно Чего не скажешь о его визаве из Симбирска Денис Андреев фактически подарил мяч Ивану Кузнецову, который без помех открыл счет Симбирск не изменил своей игре и отыгрался после долгой атаки Это Родион Казаков оказался в нужное время, в нужном месте, после отскока А вскоре Марат Сафин блеснул, нет, не мастерством, а настырностью В моменте, когда казалось, что Красильников и защитники контролируют мяч Сафин изловчился и протолкнул мяч в ворота 2-1 в Симбирск Правда, перед самым перерывом Сафин едва не стал антигероем первой половины Без особой надобности он нарушил правила в центре поля Это был шестой фолл Симбирска Судьи назначили дабл-пенальти И быть бы ничьей, но действующий чемпион в городе выручил Андреев Отбив пушечный удар Радика Хайрулова Чуть-чуть побыстрее, чтобы мяч доходил до Манышева, до Марата Чуть-чуть побыстрее Пускай даже он, Марата, в борьбе, они его не потеряют И Андрюха придерживают Второй тайм Симбирс начал так, словно счет не был открыт Момент за моментом получал капитан команды Андрей Манышев Из третьей попытки все же отправил мяч в девятку Создав Симбирску преимущество в два гола Вот только соперник не собирался сдаваться Дмитрий Романов очень хладнокровно разобрался с Алексеем Цыганцовым И отправил мяч в дальний угол А еще через несколько минут Денис Андреев на выходе из ворот Зарядил в ухо нападающему Каймана Ивану Кузнецову Это желтая карточка голкиперу и пенальти Радик Хайрулов со второй попытки не промахнулся До финального свиска оставалось чуть больше 7 минут Начали вот эти гонки устроить То есть атака на атаку У Симбирска много моментов, у нас много И просто не повезло Это не повезло случилось за полторы минуты до конца матча И имя ему Марат Сапин После перехвата Евгения Садюхина сместился в центр И неотразимо побил с правой Хотя все наверняка ждали от него выстрела с любимой левой Так Симбирск одержал голевую победу 4-3 Волевой победой в пятом туре отметилась и Динамо Не побеждавшая до этого еще ни разу Битву аусайдеров с Симкором Динамоцы пропустили первыми Но затем благодаря дубльке Рилла Дерябина Набрали свои первые очки в чемпионате Погода также пустила в свой дом только один гол Но это был гол престижа До этого лидер чемпионата трижды поразил ворота контактора Еще надежнее в обороне сыграл Кристал Голкипер команда Атон Загородников ушел с поля с Сухим А нападающие команды порезвились на славу 8-0 против Вертера Итоговая почти крупная победа Момбирейта Надавангарда не должна никого вводить в заблуждение Интрига у матча сохранялась до 48-й минуты Пятый тур выявил тройку явных лидеров В нее вошли Погода, Момбирейт и Симбирск Отрыв этого призового фонда от середнячков Волги и Кристалла Уже как минимум 4 очка Динамо хоть и обыграло в очном противостоянии Симкор Но пока в зоне вылета В следующем туре, который венчает треть чемпионата Нас ждет еще одно супер противостояние Волга против лидера чемпионата Погоды Для Каймана это будет один из последних шансов Зацепиться за Погоню А для Погоды победа зажигает зеленый свет Если не к чемпионству, то к медалям точно О том, как сложится этот и другие поединки шестого тура Через неделю на портале Ульяновской правды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok